Здравствуйте! На канале ФКТ «Время новостей» в студии Инга Габеши и в начале коротко о некоторых темах выпуска. Теперь за происходящим на пляжах будут наблюдать пристальнее. Арендаторов обязали установить камеры наблюдения. Обещанные ревизоры прибыли в Сочи. Десять инспекторов со всего края сегодня приступили к выявлению теневых работодателей. В Сочи стартовали гастроли нового проекта «Ги Эрадзе Королевский цирк». Спектакль получил премию «Мастер» в номинации шоу года. Сочинец Вячеслав Яркин стал серебряным призером первенства мира по тяжелой атлетике среди юниоров. МОК включил заднюю и не рискнул запретить российским спортсменам участвовать в Олимпиаде. Так Вениамин Кондратьев прокомментировал решение Международного Олимпийского комитета. Своим мнением глава региона поделился в своем микроблоге Твиттер. Накануне МОК выступил с окончательным официальным заявлением «Россия поедет на игры в Рио». Однако на соревнования допускаются только чистые спортсмены. Те, у кого ранее были проблемы с допингом, не смогут принять участие в играх. Окончательное количество атлетов станет известно после решений Международных спортивных федераций. За ними последнее слово по допуску каждого спортсмена к соревнованиям. Так, например, Международная ассоциация легкоатлетических федераций уже вынесла решение. Легкоатлеты из России не будут участвовать в Олимпиаде в Рио. Комфортно и с ветерком. Теперь из Краснодара в село Белая Глина можно добраться на электричке. Торжественный запуск нового транспорта жители села ждали давно. Раньше в краевую столицу добирались с пересадками на поездах, либо тратили время в автобусах. А сейчас пять часов в комфортном вагоне и пассажиры на месте. Людям добираться хорошо. Раньше я автобусом туда не сделала, сейчас вот электричкой. Очень хорошо и удобно. Маршрут удалось запустить после обращения жителей к губернатору края Вениамину Кондратьеву. Благодаря новому сообщению снизится нагрузка на общественный транспорт в районных центрах. А еще уменьшатся пробки при въезде в Краснодар. В зимнее время добираться до Белоглинского района очень тяжело. Гололед, плохая погода. А летом поезда туда ходят редко. Автомобильный транспорт не обхватывает всего того объема, который есть, который мы можем охватить. Пока это маршрут выходного дня. Ходить электричка будет по субботам и воскресеньям, а также в праздники. Но если направление станет популярным, то состав запустят и в будние дни. Работа по новым правилам теперь за происходящим на пляжах курорта будут наблюдать в разы пристальнее. По итогам заседания антитеррористической комиссии арендаторов в пляже обязали установить дополнительные камеры видеонаблюдения. Накануне комиссии администрация курорта проверила, как соблюдают меры безопасности на пляжах Лазаревского района. Широкие пляжи Лазаревского традиционно пользуются популярностью у туристов. Отдыхающих здесь, пожалуй, даже больше, чем в центре курорта или Адлере. Но проверка показала, что и сервис, и безопасность на берегах северного района курорта далеки от идеальных. Пиво разливное продается. Нестационарный торговый объект. Жарятся котлеты какие-то. Посмотрите. Это сплошные нарушения. Трубочки. Дети подходят, коктейли пьют. На каждом пляже своя проблема. На одном из воды торчит ничем не огороженная труба. Как выяснилось, через нее мощный насос качает воду для местного дельфинария. Находиться рядом купальщикам опасно. Но никаких предупреждающих знаков нет. Спасательные лодки зачастую сохнут на берегу. Они курсируют вдоль берега с матросом на борту, как положено. Не досчитались проверяющие и буйков. На большинстве пляжей купальщики заплывают туда, куда им хочется. Катера и скутеры проносятся по волнам в считанных метрах от плавающих людей. На берегу туристам открыто предлагают опасное приключение – джиппинг. Камеры наблюдения на пляжах Лазаревского есть, но их недостаточно. Камеры должны обязательно смотреть всю, охватывать галечную полосу и, плюс ко всему, немножко кромку воды. Перенаправим. И более того, набережную тоже надо просматривать. То есть вам не перенаправить, а надо добавить камеры. А кое-где нужно не только добавить камер, но и отремонтировать уже имеющиеся. Да и дежурные кнопки не везде исправны. Проверяющие обнаружили, что они не подают полиции тревожных сигналов. У нас, естественно, флагманом в пляжном сервисе являются центральные Адлерские районы, потому что Олимпиады, Космос, Лазаревский район. Естественно, он немножко уступает в уровне сервиса, хотя по количеству людей никак не уступает этим центральным районам. Именно поэтому мы сейчас свой акцент перевели именно на Лазаревский район. Проверяющие считают, что на устранение недостатков много времени не потребуется арендаторам данной сутки. Если реакции не последуют, с организаторами пляжного отдыха будут расторгнуты договоры. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Сегодня состоялось расширенное заседание антитеррористической комиссии под председательством главы города Анатолия Пахомова. Речь шла о дополнительных мерах по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов в Сочи. В этом году это уже четвертое заседание антитеррористической комиссии в таком составе. Здесь не только представлен весь силовой блок Сочи, но и общественность, домкомы, председатели ТОСа, все отраслевые управления городской администрации. Разговор очень серьезный, поскольку удачный летний сезон – это не только большой наплыв туристов, это еще и огромная ответственность перед гостями курорта. Случаи гибели людей на воде в шторм еще раз заставляют арендаторов пляжа следить за теми, кто недооценивает силу морской волны. Глава города Анатолий Пахомов требует ужесточить меры воздействия на тех, кто берется за аренду пляжных территорий. Я лично, как мэр города, поясняю, что руководители пляжных территорий должны понести наказание за халатность. Кроме того, последний шторм унес еще две жизни. Это ваша задача. Люди у нас приехали на отдых. Они не понимают, что такое волна. Они не понимают, что море коварное. Глава города просит проводить с отдыхающими разъяснительные беседы и требует, чтобы в зонах отдыха на пляжной территории не было никаких парковок, а подвозить на спецтранспорте товар в кафе стоит только в ночное время. Много претензий к работе сотрудников на железной дороге, где произошло два трагических случая, когда человек упал с инфарктом на железнодорожные пути и попал под электричку. Плюс убийство 15-летней девочки на ЖД-станции Магри. В момент преступления зафиксировала камера видеонаблюдения. Если бы за пультом следила служба охраны, трагедию можно было бы предотвратить. И никто не спас девочку. Где в это время был ответственный работник железной дороги, который должен сидеть за этими видеокамерами и принять меры? Нет. И ничего не сделал. Ничего не сделал, потому что за камерой именно никто не следил. А может, никого и не было там. Душа должна уже кричать, что происходит с нами, что происходит с этими людьми, которые отвечают за эту работу. Представитель Северокавказской железной дороги заявил, что президент РЖД в курсе данных происшествий. Но глава города намерен обратить внимание генерального прокурора страны на сложившуюся ситуацию. Например, в поселке Лау в подземном переходе на железнодорожные станции до сих пор идет торговля. В рамках антитеррористической безопасности это недопустимо. Анатолий Пахмов потребовал сегодня же убрать всю торговлю из подземки. В Сочи ежедневно прибывает 136 авиарейсов плюс сотня чартерных. 56 пар поездов. 8 тысяч автомобилей – это туристы, предпочитающие добираться до прибрежья на машинах. Гостей с каждым днем становится больше, и угроза терроризма никуда не исчезла. Только благодаря бдительности, контролю, ответственности, неравнодушию тех, кто должен обеспечивать общественный порядок, можно избежать несчастных случаев. Гелена Всехсна, Дмитрий Даниловский, телекомпания ФКТ. Обещанные ревизоры прибыли в Сочи. 10 инспекторов по труду со всего Краснодарского края сегодня приступили к выявлению теневых работодателей. Пресекать случаи неофициальной занятости специалисты будут в течение недели. За это время ревизионно-контрольным мероприятиям подвергнутся 100 предприятий курорта. Перед началом работы с инспекторами встретился глава Сочи. Анатолий Пахомов отметил, что вопрос неофициальной занятости на курорте запущен. 70% работников, трудящихся в малом и среднем бизнесе, не оформлены. То есть десятки сотрудников местных отелей, кафе и магазинов заработную плату получают в конвертах. В городе Сочи сегодня 41 тысяча пенсионеров, а это треть, имеют минимальную оплату пенсии. Почему они имеют минимальную оплату пенсии? Это уже понятно, потому что официально они никогда не работали. Кто защищает государство в лице органов, которым это поручено? Других органов нет. Это инспекция по труду. Нужно проявлять просто принципиальность. И здесь мы, администрация города, всеми силами возможными, то есть дополнительными ресурсами людскими, мы будем всячески помогать делать эту работу. Помогать инспекторам выявлять неоформленных работников будут и полицейские. В рамках подобных проверок члены комиссии должны выяснять, их фамилии, отмечает мэр. Это в пользу антитеррористической безопасности. Порядка, в общем-то, 100 организаций будут подлежать проверке. Ну, не только организации, конечно, индивидуальные предприниматели у нас в плане. Очень много предпринимателей, даже больше, чем юридических лиц. Работаем мы в соответствии с поручением вице-премьера правительства Ольги Юрьевны Голодец. То есть нам дано поручение по решению межведомственных комиссий. Мы обязаны проводить неплановые проверки. В других курортных городах есть та же самая проблема с оформлением трудовых отношений. То есть мы не можем сказать, что вот других там все хорошо и оформлять. Нет. Просто здесь размер, масштабы бедствия, может быть, кажется, больше, потому что больше на самом деле субъектов предпринимательской деятельности. Десант инспекторов сегодня высадился в Вадлерском районе. Внеплановые проверки прошли и в Амеретинке, и в курортном городке, где, по данным специалистов, масса нарушений трудового законодательства. Как выяснилось, оклад в конверте выплачивают и в одном из известных кафе Кургородка. В райском уголке инспектор выявил трех неоформленных работников. Санкция за подобное нарушение – 100 тысяч за каждого. В данной организации непосредственно работали, ну, уже длительное время, 6 человек. И после мониторинга администрации заключены еще 6 или 7 трудовых договоров, которые уже непосредственно вот сейчас мы обратили на них внимание, что действительно они уже как надлежащие оформленные работники. Но, опять же, работодатель не совсем до конца понял ситуацию, и все равно неоформленные работники еще остались. Но настроены с этим бороться однозначно, чтобы показать работодателям, что трудовое законодательство является очень важным. Предупреждения, как подчеркивает глава Сочи, дают нулевой результат, а иных полномочий у муниципалитета нет. Поэтому задача проверяющих – с максимальной пользой провести командировку. В городском собрании Сочи состоялось заседание территориальной депутатской группы Центрального района. Было рассмотрено 11 вопросов. Заседание провел председатель территориальной депутатской группы Геннадий Глазерин. В первую очередь обсудили финансовые вопросы. Будут внесены изменения в бюджет города 2016 года в связи с поступлением средства. Это 175 миллионов рублей из федерального и краевого бюджетов на переселение сочинцев из аварийного жилья в рамках 185-го федерального закона. Говорили о правилах землепользования и застройки на курорте. Поддержали депутаты передачу 4-й горбольницы и 4-х стоматологических поликлиник в собственность Краснодарского края. В связи с этим учреждения здравоохранения будут находиться на краевом финансировании. На качество предоставляемых медицинских услуг это никак не повлияет. Отклонили народные избранники просьбу управления по образованию и науке передать станцию юных техников для склада некоммерческой организации стандарта социального питания. По мнению участников заседания территориальной депутатской группы Центрального района, дети не должны лишаться возможности получать дополнительное образование. Речь зашла и о так называемых шефах, которые не в полном объеме выделяют средства на ремонт сочинских школ. По мнению депутатов, необходимо предусматривать деньги на ремонт учреждения образования при формировании бюджета на следующий год. Также они поддержали обращение жителей микрорайона КСМ по вопросу установления уличных тренажеров. 18 сентября сочинцы проголосуют за депутатов Госдумы. Обеспечение высокого уровня доверия к предстоящей избирательной кампании – основная задача системы избирательных комиссий курорта. Для этого на очередной из встреч с политическими партиями было предложено подписать соглашение о проведении честных и прозрачных выборов. Все ли одобрили хартию? Узнаем из следующего материала. На подписании хартии собрались представители шести политических партий, партия из социальных реформ, избирательной комиссии города, председателя Центральной избирательной комиссии и заместитель главы курорта Константин Чеботай. Инициаторами выступили политические партии при поддержке горы Сбиркома. После переговоров соглашение было подписано представителями не всех партий. По пожеланию и внесенным дополнением от представителей КПРФ и Яблоко было решено внести дополнительные изменения в соглашение. Были замечания, которые Игорь Васильевич сказал. Есть в них какой-то смысл доработать. Мы, конечно, подписались здесь с удовольствием. Единственное, что в течение недели сейчас еще будут какие-то доработки. Мы все выскажемся, встретимся уже отдельно. И через неделю, наверное, уже немножко хартия добавится. Сама по себе хартия – это хорошо. То, что она ничего никого не обязывает – это плохо. Но лучше, чтобы она была, чем чтобы ее не было. Будем так говорить. А хотя бы первый робкий шаг – попытки власти, так сказать, выйти на диалог в предвыборный период. А как этот диалог будет развиваться дальше – это будет зависеть прежде всего от самой власти, ну и, конечно, от активности тех членов партии, которые здесь представлены. Что касается территориальных и участковых избирательных комиссий, то уже все участники посещают семинары, где изучают изменения в законодательстве. В частности, касательно общественного контроля. От каждой партии или кандидата может быть направлено два наблюдателя. Работать они могут только на одном избирательном участке. Данные о наблюдателях должны быть направлены в соответствующую территориальную избирательную комиссию за три дня до начала выборов. Наблюдатели вправе вести фото-видеосъемку во время нахождения на избирательном участке. Здесь тоже есть ограничения, которые заключаются в том, что наблюдение, то есть видеосъемка ведется с места определенного участковой избирательной комиссии. Изменения коснулись и правила посещения избирательных участков средствами массовой информации. В день выборов, а также подсчета голосов, журналистам необходима аккредитация. Она выдается Центральной избирательной комиссии России с 29 июля по 28 августа. Избиркомам Краснодарского края с 29 августа по 14 сентября. На всех остальных заседаниях, а также при выдаче открепительных удостоверений, аккредитация для СМИ не нужна. Галина Моисеева, Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». В Сочи стартовали гастроли нового проекта Гии Эрадзе «Королевский цирк». В прошлом году этот спектакль был признан лучшим по результатам зрительского голосования международного профессионального жюри. А также получил первую ежегодную премию «Мастер» в номинации «Шоу года». 120 артистов, более 2000 эксклюзивных костюмов и декораций, разнообразие животных. Это и многое другое накануне увидели сочинцы. На премьере побывала Татьяна Говоркова. С первых минут представление поражает зрителей своим масштабом. Легенда о путешествии короля по пяти континентам сохранена, но это абсолютно новый формат спектакля. Сказочная мистерия построена на синтезе эстрады, цирка и мюзикла. В почти трехчасовом спектакле задействованы 120 артистов и разнообразное количество животных. Представители фауны из разных точек мира появляются на манеже вместе с профессиональным эстрадно-цирковым балетом. Только аттракцион «Дикий мир» уже собрал порядка 10 наград. 13 хищников в одной клетке с артистами. Эксклюзивные костюмы и авторские декорации – особая изюминка шоу. Для этого был специально создан 12-метровый королевский замок с выдвижными лестницами, колоннами и подсветкой. Рояль, осыпанный кристаллами Сваровский, из которого брыжут фонтаны, становится эпицентром истории любви. Я рос с бабушкой, у нас была пианино. И на пианино стояла у меня хрустальная статуэтка в виде балетной артистки, потому что бабушка когда-то детство увлекала с балетом. И вот эта ассоциация детская, она во мне осталась. И я вот придумал такой номер, который называется «Пианист. История любви». И потом у нас есть продолжение этого номера «Любовь под куполом». Много раз ходила на генерации. Это самое интересное представление у них, мне кажется. Костюмы очень интересные. Все сверкает. Ну, в общем, замечательно. Животные понравились. Шоу грандиозное. Конечно, никогда не видел такого циркового представления. Все очень шикарно. Я в шоке. Я такого не видела. И просто это действительно... Ну, королевский цирк, вот действительно, как он и есть. Так что мы в восторге. Нам очень нравится. Представления будут проходить по четвергам, субботам и воскресеньям до конца августа. А билеты можно приобрести как в кассах цирка, так и на официальном сайте ГИИ Радзе. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов. Телекомпания «ФКТ». В Сочинском дельфинарии парка «Ривьера» отметили Всемирный день дельфинов и китов. В честь праздника этих уникальных млекопитающих была подготовлена специальная программа. Зрителей и артистов ждали сюрпризы и подарки. Программу Сочинского дельфинария по праву можно назвать лучшей в стране. Уже многие сочинцы и гости курорта знакомы с номерами и трюками, которые исполняют дельфины и белухи под руководством профессиональных тренеров. Попробовать себя в роли последних, к слову, старались звезды эстрады во время телевизионного шоу. И так долго простоять на носу у дельфина никому не удалось. Действительно, это колоссальный труд и годы тренировок. Собственно, для млекопитающих это тоже работа. В обычной жизни они не совершают таких трюков и не помашут вам плавниками. Как, впрочем, и полакомиться в свой праздник интересные жители морей и океанов не могут. А тут ежегодно на годовщину создания дельфинария. И в свой праздник дельфины получают особые лакомства. Мы готовим деликатесную рыбу, которую им по тем или иным причинам давать мы не даем сейчас в рационе. Это выбрана их самая любимая рыба. Это все равно, что дать ребеночку шоколад, коту которого дает, это ни в коем случае делать нельзя. Но иногда одну маленькую можно. Кстати, для директора дельфинария 23 июля – двойной праздник. В этот день Давид Сагаян отмечает свой день рождения. Поэтому для руководителя, своих питомцев и, конечно же, зрителей, тренеры обновили программу, подготовили новые впечатляющие номера. Шоу вообще потрясающе. Нам очень понравилось. Мы обязательно прилимем еще раз. Очень понравилось. Молодцы. Идеальное было шоу. Уже несколько раз в ходе мая. И это эксклюзивное было, как день рождения. Понравилось. Очень классно. Первый раз в дельфинарии вообще. Первый раз, да? Первый раз из Санкт-Петербурга. Приехал, да. Видит Сочи, да. И дельфины. Плавает дельфины. Фотографирует дельфины. Сочинский дельфинарий Парка Ривьера работает ежедневно. В понедельник два шоу. В остальные дни морских артистов можно увидеть в 11, 13 и 19 часов. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Сочинец Вячеслав Яркин стал серебряным призером первенства мира по тяжелой атлетике среди юниоров до 21 года. Две медали разного достоинства завоевали российские тяжелоатлеты на юниорском первенстве мира, которое проходило в Тбилиси. Сочинец Вячеслав Яркин принес в копилку нашей страны серебро. Вторая медаль у Никиты Соловьева. Он завоевал золото в толчке и бронзу в сумме. Яркин выступал в весовой категории до 77 килограммов. Его соперниками были 30 тяжелоатлетов со всего мира. В сумме он поднял 333 килограмма, 153 в рывке и 180 в толчке. Уступив лишь колумбийцу Ейсону Лопесу. Выступление нашего спортсмена проходило на фоне полученной на сборах травмы. На помосте в Грузии он был повторно травмирован, но проявил волевой характер и все-таки взошел на пьедестал. У Вячеслава Яркина отличные перспективы стать одним из лидеров сборной России в следующем олимпийском цикле, отметил главный тренер мужской сборной России по тяжелой атлетике Александр Венков. На сегодня это все новости. Завершаем выпуск информации от наших партнеров. В сеть салонов тканей для дома предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье и пошивштор на заказ. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габеша. Всем самого доброго и до встречи в эфире.